Здравствуйте! Вы находитесь на сайте Древа Поэзии или будете находиться после того, как вы видите это видео, опубликованное в глобальной сети интернет. Меня зовут Андрей Кабилов, я автор этого сайта, автор идеи и художественный руководитель арт-студии Древа Поэзии. И сегодняшнее видео, оно необходимо просто потому, что даже в 2011 году есть люди, которые впервые зашли на наш сайт. И я хочу рассказать о нем. У нас есть меню, вот если вы попали на сайт и видите это видео, опубликованное на сайте, то оно, это меню, находится прямо над моей головой. Там все просто, нажимаете, заходите на разделы, заходите на какие-то страницы и там уже смотрите информацию на этих разделах, страницах. Не обязательно, что вам информация понравится, потому что наш сайт творческий, это литературный проект, а если это литературный проект, творческий проект, то это не означает, что мы гарантируем вам, то есть какой-то знак качества, это не потребительский сайт, а сайт творческий. Но прежде всего для тех, кто как-то связан с литературой, для авторов уже пишущих, для поэтов, писателей, которым интересна современная сетевая литература, и они, может быть, даже хотят с нами сотрудничать, потому что несколько авторов у нас уже публикуются. Это Александр Тюнинбаум и Юрий Тубальцев. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, авторов будет больше или меньше, я не знаю. Но мои публикации и публикации Андрея Кабилова вы всегда можете читать на этом сайте, потому что если я уже уйду оттуда, то авторов совсем не будет. Почему я акцентирую внимание на автора ваше, потому что с авторами вообще проблема, напряженка. И на нашем сайте, и на многих других сайтах, и качество материалов, и количество материалов, и, кстати говоря, читатели, слушатели, зрители. От вашей реакции, от того, как вы комментируете материалы, от того, как вы относитесь к нашему сайту, пишете, например, письма, зависит очень многое. Зависит и тематика постов наших, то есть записей, публикаций, и их периодичность, и количество их. Так что это зависит именно от читателя во многом, а не только от авторов, от обратной реакции. Наши публикации, они имеют систему ленты такой, бложный тип. Это медиаблог. Почему медиа? Потому что помимо текстовых записей, содержащих картинки, мы публикуем звуковые и вот такие видеозаписи, видеоролики. Многие блогеры в сети используют видеокамеру, веб-камеру, но больше для того, чтобы самопиариться, для того, чтобы, в общем-то, продвигать какие-то идеи, политические доктрины, может быть, даже социально полезные, но очень часто они эгоистичные, эгоцентричные и личностно ориентированные. Вот то видео, которое вы сейчас смотрите, оно не личностно ориентированное, не эгоцентричное, потому что я говорю не об Андрее Кобилове, а я, Андрей Кобилов, говорю о сайте poetry.ru. Произносится это, может произносить по-разному, например, poetry.ru, потому что там две и или две е на конце этого слова. Это вообще неологизм англоязычный, из сращения двух английских слов, слово поэт и слово три. Поэт это понятно, а три это по-английски дерево. Вот, древо поэзии. В названии русскоязычном мы использовали старославянизм древо. Это архаичное слово, то есть сейчас уже принято говорить дерево. А раньше когда-то говорили древо, это такой высокий штиль. Вот. Я надеюсь, что вам понравится читать наши посты, понравится слушать мои подкасты, которые в этом 2011 году начали выходить. И вы будете активно принимать участие в обсуждениях этих публикаций. Пишите комментарии. Мы рады сотрудничать с вами, если вы автор, который заинтересовался нашим ресурсом и хотел бы с нами сотрудничать. Всего вам доброго. И будьте счастливы, здоровы и творческих, конечно же, успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok